Вакуум Больше 10 лет прошло с того времени, как я выпустил книгу о конструкции вакуума, и сейчас постепенно тема вакуума, она начинает набирать обороты. И, наконец-то, люди понимают, что вакуум и эфир – это, в общем-то, одно и то же. Есть, конечно, люди, которые пока это всё разделяют, но с точки зрения физики это одно и то же. И я в этом своём выпуске хочу вам немного рассказать, что такое вакуум, как он описан в моей книге. Книга, ещё раз напомню, она академическая, вышла в вычислительном центре РАН. РАН – это тот РАНовский Российской академии наук институт, который первый изобрёл атомную бомбу. И три члена из его состава, сейчас не знаю, а на момент выхода моей монографии, три члена из его состава входили в мировое правительство, тот самый комитет 300. Это тоже показатель, потому что это самый-самый передовой институт чистой математики. Там весь состав работающих только математики. И иногда, иногда встречались мне физики. Редко, сразу скажу, что редко. Но весь состав работников – это доктора физико-математических наук. Книжка моя вышла под редакторством, под научным редакторством академика Флёрова. И написал я её в соавторстве с признанным мировым математиком Василием Васильевичем Декусаром, доктором физико-математических наук, естественно, главным научным сотрудником. В то время он так там именовался. В поддержку этой монографии мы с Василием Васильевичем Декусаром сделали около 30 докладов на самых секретных объектах нашей реальности, физической и той самой атомной. Несколько докладов было в Институте ядерной физики. Несколько докладов было сделано на наших коллайдерах, на наших разгонных элементах, которые были параллельны коллайдеру, так скажем. Несколько докладов было сделано на тех предприятиях, которые к ядерному оружию имели непосредственное отношение, ну, например, в том же самом Сарове, непосредственно внутри. Так вот, что такое вакуум? Во-первых, все физики XIX века вот с такими именами, которые вы, естественно, со школы даже знаете, они все в конце своих исследований всегда приходили к одному выводу. Этот вывод говорил, что мы существуем как физический мир внутри эфира. Тогда было слово эфир. Эфир представляет собой твердое вещество абсолютной твердости в виде алмаза и тверджи, в котором происходит беспрепятственное пропускание света, в котором происходит еще другое количество различных эффектов, и все спекались именно на этом. Никто никак не мог понять, как это может физическое тело, твердое, в принципе, проходить через этот кристалл, кристаллом называли тот вакуум, тот эфир, не задевая его, и вообще, как это может твердое тело сквозь твердое проходить без трения, без ощущений. И после этого, после того, как все приходили к этому результату, все от него, от эфира и открещивались, потому что никто не мог понять, как это. Я это понял, как это твердое, сквозь твердое проходит без трения, я это понял только тогда, когда готовился к соответствующей конференции, она была посвящена сверхпроводимости и сверхтекучести. Конференция проходила в Альма-Матер Ковальчука, который сегодня по телевизору рассказывает о реальной физике, и когда я приехал туда, в этот институт в центре Москвы, я, естественно, поговорил с ученым-секретарем этой конференции, и он мне спросил, а как вот так вот? Я говорю, представляете, догадался. Дело в том, что сверхтекучими тела становятся при абсолютном нуле, а сверхтекучесть под собой подразумевает то, что твердое тело или жидкое тело, сквозь другое твердое или жидкое тело проходит без трения. Вот смысл в сверхтекучести. Но главный сам параметр, что все это происходит при нуле градусов Кельвин. Но я условно говорю при нуле, потому что биения различные могут, для разных веществ они различные температуры. Но самое главное – температура абсолютного нуля. И понятно, что вакуум у нас находится при температуре абсолютного нуля. Поэтому он, естественно, пропускает сквозь себя любое физическое тело без ощущения трения. Я думаю, что это понятно. Поэтому, когда сегодняшние исследователи и те 19 века исследователи приходили к заключению, что вакуум является твердым кристаллом, и когда они понимали, что такого быть не может, они ошибались, потому что при абсолютном нуле, при котором находится вакуум, такое как раз и должно быть. Поэтому они к этому и приходили. Нынешние доморощенные исследователи, они не понимают, что система сверхтекучести, связанная с нулем, абсолютным нулем, она как раз и говорит, что вакуум не является жидким, не является каким-то эфемерным, эфиром или каким-то воздухом. Он, естественно, является твердым, потому что в состоянии абсолютного нуля вещество любой формации может быть только твердым. Это вы все должны знать с позиции физики школьного курса. Даже дальше ходить не надо. Ну и, естественно, самое главное. Вот нас окружает вакуум. Нам всегда это говорят. Какой он, этот вакуум? С конструкцией мы с вами разобрались, что он является кристаллом и является твердым веществом. Теперь давайте посмотрим вещь, вот какую. Что значит вакуум и его определение, что вакуум – это пустота, лишенная вещества. Что это значит? Это значит, что в вакууме не существует веществ. Естественно, по определению. Что такое вещество? Вещество – это химический элемент или его соединение, начинающееся с водорода и заканчивающееся любой какой-то структурой, полимолекулой любого вида, включая наши с вами тела вот такого сложного масштаба. Вот что такое вещество. Естественно, что в вакууме может быть не существовать химических элементов и построек из них организмов, но это не значит, что пустота этим ограничивается. Допустим, сквозь вакуум пролетает электромагнитное излучение. Электромагнитное излучение, по определению, это тоже материя, вид материи. Значит, она там существует. Ну, по крайней мере, пока летит. А может быть, там еще что-то существует? Конечно, существует. В вакууме существуют различные элементарные и комбинированные частицы, которые не представляют собой вещества. Ну, например, берем атом водорода, разбираем его на три компонента, из которых он состоит. Состоит он из протона, состоит он из электрона, и состоит он из связи между ними. Ну, то есть, грубо говоря, из какой-то там силы, буквально. Значит, что такое ядро минус электрон? Это альфа-частица. Что такое электрон минус ядро? Это бета-частица. Что такое связь между ними? Это гамма-частица. Вот вам три вида излучения, которые существуют в вакууме, но не являются, поскольку они отдельно там существуют, вот как бы разобранные по полочкам, но не являются химическим элементом под названием водород. Да, из этих кусков можно сделать атом водорода, и некоторые атомы там склеиваются, делаются. Происходит их такое совмещение, поэтому и водород там существует в этом самом вакууме, иногда встречаются его редкие атомы. Но это не главный процесс. Главный процесс такой, что весь вакуум состоит из этих самых элементарных частиц. Элементарные частицы – это только, только, я вам просто их перескажу, электрон, восемь видов электронов, то есть есть электрон, позитрон, и там разные еще пары, которые являются друг другу по тем или иным симметрическим показателям, показателям симметрии, частицами и античастицами. Восемь электронов, позитронов и частиц, которые им симметричны. Дальше есть кванты электромагнитного поля. Это квант электрического заряда, это квант движения, тот самый гамма-квант, и еще квант массы. Гравитон его в последнее время уже почти открыли, а предсказывал я его в этой своей таблице, книгу, по которой тоже я написал еще раньше, в 2009 году, «Периодическая система элементарных частиц». Ягравитон тогда уже предсказывал, что вот он должен быть найден. Ну и еще там есть нейтрино четырех видов, и есть еще частицы, которые я назвал магнитонами, официально их как бы только собираются искать, а частицы эти являются квантами электромагнитного поля. Вот все, что есть в этом вакууме. Из этого мы выбираем готовые структуры. Готовыми структурами являются восемь видов тех самых электронов. В общем, это виды такие, что они существуют по-разному в нашей с вами пространственной реальности. Допустим, вот один вид вращается вот так, античастица к нему вот так. Второй вид вращается вот так, античастица к нему вот так. Третий вид так, так. Ну и вот так вот четыре пары, четыре пары, которые складывают всю такую структуру вакуума. И вакуум состоит вот из таких колец, которые называются куперовскими парами. С одной стороны кольца электрон, с другой позитрон, и это является нейтральной нулевой структурой, квантом вакуума. Вот как состоит вакуум. То есть он имеет кванты вакуума, я назвал их резонами. Это колечки. Здесь плюс, здесь минус или наоборот. Второе колечко вставляется в одно предыдущее, и таких четыре по периметру. И дальше идет следующее построение всей этой структуры. Между этими кольцами ноль температуры, абсолютный ноль, поэтому сверхтекучесть, сверхпроводимость, все эти электроны вращаются вечно, все эти структуры вечные, трения никакого нет, потерь на трение и на температуру нет, поэтому вакуум – это вечная структура. Каждое колечко этого вакуума представляет собой магнитное колечко, в которое можно записать ноль или единицу. И определенным образом эту ноль или единицу записанную можно с этого колечка снять. Запись осуществляется таким образом. В это колечко добавляется гамма-квант, и тогда это колечко разрывается на две части. Одна часть положительная вверх улетает вот так, вторая вниз. И получается такая структурка в виде небольшой сферы, которая называется нейтрон. Я вот об этой структуре рассказывал несколько лет тому назад на конференции нейтроника, которая происходила на одном из коллайдеров под Москвой, в секретном, опять же, режиме. Зал был, знаете, сколько? Человек, наверное, под 500. Все доктора физико-математических наук задавали мне очень много вопросов, и в конце сказали, раз ты все правильно ответил, на все вопросы, значит, оно так и есть. И это моя была такая наиболее запоминающаяся лекция или доклад, после которой я прям так, знаете, получил какие-то такие крылья. Так вот, весь вопрос в том, что запись в вакуум осуществляется светом, то есть светом прожигаются какие-то кластеры, которые в результате прожигания они как бы вспучиваются, знаете, как вот, когда оргстекло внутри лазером немножко прожигаешь, оно тоже такое вспучивается, немножко так бурлит. Вот так же и здесь, когда лазером вакуум прожигается, то есть гамма-квантом, квантом света, получается такой бурлящий шарик. Вот этот бурлящий шарик, он является как раз квантом вещества, который мы называем атомом водорода. Если добавить туда еще квант света, то получится уже квант гелия, атом гелия, ну и так далее. Вот как происходит запись вещества в вакуумный компьютер. И вообще весь вакуум, который нас окружает, он и является тем самым вакуумным компьютером, в который нас записывает тот самый свет, как, например, происходит запись на лазерный диск. Кто видел, как она происходит? Вот так же происходит, там тоже что-то немножко подгорает. Так же и у нас. Ну и в конце концов, что такое в этой системе представляет наша с вами Земля? Дело в том, что когда мы представляем себе некого такого демиурга, который выжигательным таким пистолетом, каким-то пучком лазера, делает какую-то большую планету, что он делает? Он вот в этом каком-то пространстве вакуума, то есть в том самом большом кристалле, он выжигает светом все вот эти мелкие вещи, людей, растения, саму планету и так далее. И получается так, что вокруг этот большой кристалл, неимоверный кристалл вакуума, и в нем где-то в каком-то месте находится наша с вами планета, как выжженная запрограммированная часть. Поэтому мы никуда не летим. За пределами нашей планеты и ее вот этого купола, границы, ничего абсолютно нет, вакуум пустой и свободный. Да, может быть, где-то еще были созданы подобным образом какие-то планеты, но об этом мы пока узнать не можем, оттуда ничего не прилетает. Все, что мы видим со своей точки зрения, находясь внутри, звезды, различные всякие вещества, различные всякие вещи космические, это все отражение наших земных процессов. Наша Земля скорее формы чаши, туда уходит вниз, оттуда возвращается через дальние обечайки электромагнитным образом и сходит электромагнитным образом к центру нашей Земли. А внизу происходит дематериализация всех наших объектов, которые у нас существуют на верхней части этой чаши, то есть внутри. А внутри существуют те объекты, которые материализовались вот из этих всех потоков. Вот такая у нас Земля, материализация, возможно, на ней внутри вакуума, в случае, что существуют внешние границы в виде купола и в виде вот этой самой чаши, внутри которых находится наша с вами Земля и все мы живем, эти две крышка и чаша создают нам давление, и физические вещества, включая людей, различных других организмов, воду, горы и так далее, возможны только существовать при давлении в замкнутой среде. Если давления не будет, если крышки не будет, не будет над нами купола, никакого вещества здесь не будет и не надо попадаться на ложь гравитации. Ну и последнее, что скажу, что такое гравитация. Слово гравитация возникло в XVIII веке от слова гроб. Когда в гроб, в могилу кладут человека, и он там разбирается этими земными силами на составные элементы, вот этот момент, вот этот процесс, он и был назван гравитацией, то есть положение в могилу с последующей дематериализацией. А потом уже следующие поколения непонятливых ученых приплели сюда какую-то гравитационную силу, на основании которой они посчитали, что мы можем летать в космос. Но если брать космические полеты и их физику, то, уверяю вас, ни один космический полет в принципе невозможен. Ну и, исходя из структуры вакуума, летать некуда, летать незачем, поэтому у нас и такие проблемы сегодня с визуализацией космических полетов. Многие, знаете, эти двоечники говорят, что везде они видят кругом себя фотографии этих космических полетов, а я, например, вот и та часть людей, которые ищут эти фотографии, несмотря на то, что их так много, в кавычках, мы так и не можем найти ни одну достоверную фотку Земли, сделанную хотя бы с нашей МКС. Потому что никто там не летает. И космос – это совершенно другая среда, часть бытия и вообще философские понятия.